добрый день всем здравствуйте я вас приветствую в прямом эфире сегодня он посвящен нашим новинкам это soft ash pink гели soft rose в новом объеме можно сказать такую распаковочку мы делаем очень популярные скульптурные гели несмотря на то что это новинки полюбились многим мастерам и мы выпустили их в новом объеме это такая достаточно хорошая новость еще мы сегодня с вами поработаем новыми формами я также расскажу и покажу в чем их отличие от наших предыдущих форм поставьте пожалуйста плюсики напишите хорошо ли видно все ли слышно если звук и мы с вами начнем уже непосредственно работать так ну кто-нибудь напишите мне до всех приветствую здравствуйте все кто присоединяется плюсик все видно спасибо вам большое все видно так ну давайте начнем с гели скульптурных soft ash pink гель наша новинка в большой баночке в большом объеме так как мастера стали активно работать этим материалом и пошли запросы о том что конечно маленького объема 15 граммового не хватает посмотрите какой красивый натурально такой бежево-розовый оттенок с очень комфортной вязкостью с прекрасными самомоделирующими и выравнивающими свойствами очень комфортный и удобный материал для работы и также soft rose также он представлен в большой баночке сейчас я вам скажу разницу по стоимости так по стоимости смотрите у нас в объеме 15 грамм это 1200 рублей стоимость была 50 грамм это 3100 когда вы активно моделируете это очень выгодный очень комфортный для работы объем и soft rose гель весна впереди у нас лето летний сезон так что запасайтесь большими объемами не обязательно понадобится также soft rose с очень прекрасными моделирующими свойствами очень комфортно для работы такой красивый розовый даже я бы сказала с легким неоновым таким оттенком прекрасный гель для моделирования я подготовила пальчик и сейчас мы будем с вами устанавливать форму и моделирование soft и шпинком будем выполнять использовать я буду новые формы даже пока так смотрите это старая форма которая у нас была представлена здесь у нас фактически 15 единиц удлинения для такого экстремального удлинения для большой длины да здесь есть линия для перфорации чтобы излишки убрать если вы не моделируете очень много и давайте посмотрим на отличие вот у нас форма мы ее снимаем с липкой основы и здесь у нас уже готовые вырезаны ушки для моделирования на скажем так сложных формах когда есть боковые валики когда есть у нас особенности у строения пальчика здесь уже готовые вырезы для моделирования новая форма отличается по длине то есть здесь у нас форма позволяет нам экстремальную длину смоделировать а новая форма она более короткая я бы сказала что эта форма для моделирования салонного здесь у нас удлинение в 10 единиц по сути материал формы один и тот же у нее прекрасная липкая основа она очень хорошо приклеивается к пальчикам она очень хорошо держит поперечную арку формы достаточно жесткий но здесь нет такого экстремального удлинение когда вы работаете в варианте салона небольшой длины это достаточно удобно мнение уже полюбились я много уже успела с ними поработать и здесь обратите внимание в отличие от формы предыдущей нет вот этих ушек нет вырезов по конфигурации по наметкам здесь у нас тоже самое и вы можете непосредственно для клиента точно также сделать вырезы при необходимости если они нужны мне эта форма полюбилась тем что например для моделирования арочного вот эти ушки они мне мешают то есть когда мы форму устанавливаем на арку иногда вот эти уже готовые вырезанные части они скажем так затрудняют процесс крепления формы так как форму нужно на взлет поставить здесь у нас таких проблем не возникает то есть по сути в мастер может выбрать более удобный для себя вариант в работе и сегодня мы будем формами работать уже новыми я прям активно активно стала их работе использовать также как и всегда я буду подклеивать окошечко для жесткости потому что я люблю когда форму максимально жесткая окошко для жесткости подклеиваю и вот у меня форма готова вот такая у нас новинка и все для вашего удобства для того чтобы всегда у вас была возможность выбора для себя максимально комфортного материала в работе ногтевую пластину я подготовила немного пришла аппаратом убрала длину свободного края для постановки формы и при помощи евро клинца работа ногтевую пластину обезжиривать обезжириваю ноготок убираю остатки пила которые немного забились подготовила ноготок далее используя nail prep дегидротант препарат который позволяет вывести остатки влаги масел и слегка подсушивать ногтевую пластину потому что твердая гелевая система нерастворимая она у нас предполагает более сухую поверхность давайте ярко-розовым сделаем ну в принципе можем ярко-розовым сделать у меня два эфира и честно говоря планировала что сейчас в инстаграм ишь поработаем потом в контакте тоже нашим в официальной группе в контакте я буду розовым работать если у нас есть такой максимальный запрос вообще не проблем давайте поработаем розовым nail prep немножечко подсох на подсох на поверхности ногтевой пластины и далее я буду использовать ультрабонд это грунтовочный препарат наносится он тонким слоем на поверхность ногтевой пластины соотступом от кутикулы и боковых стараемся чтобы ультрабонд у нас не попадал на кожу так как он имеет липкий слой и если он попадет по нему потечет потом дальнейшее покрытие ультрабонд также необходимо подсушить на воздухе если моделируете но еще достаточно долго да и скорость работы у вас не сильно высокая то тогда не высушивать его сильно потому что более 30 минут на воздухе ультрабонд может начать свои свойства терять обращайте на это внимание далее супербонд мы используем я его очень люблю в качестве подложки в качестве базы под твердую гелевую систему если у клиента ногти влажные вы можете использовать и base гель из гель лаковой системы но я все-таки фаворитах у меня супербонд конечно под твердую гелевую систему супербонд наносится тонким слоем можно сделать такие даже втирающие движения сильно большой слой нам не нужен эта база эта подложка поэтому наносим ее тоненько также с отступом от кутикулы и боковых нанесла на всю поверхность ногтевой пластины и отправляем на просушку просушить на первом этапе в принципе можно даже 30 секунд так как следующим этапом мы будем при помощи нашей новой формы выполнять удлинение свободного края выкладывать удлинение материал и будем также его сушить я не люблю когда база когда дисперсия пересыхает это тоже может отслойки спровоцировать поэтому внимательно к этому этапу относитесь сегодня в качестве подложки я буду использовать экрегель cover почему буду это делать сейчас при постановке формы дам некоторые пояснения по этому поводу в принципе вы можете использовать и форм гель натурал для удлинения любой гель который предназначен для удлинения свободного края более жесткий чем софты потому что ну наверняка вы знаете и если кто-то не знает я еще раз повторюсь софт гели вот софт эш пинцов трос они не предназначены для самостоятельного удлинения это гель более гибкий который хорошо себя ведет и стоит на скажем так подвижной ногтевой пластины поэтому для удлинения полноценно свободного края самостоятельного он будет мягким для подложки я все-таки рекомендую использовать более жесткую систему форму я снимаю с липкой основы я подклеила окошечко жесткости на форму работаю с формой всегда только ножницами разрезаю верхней боковой части по линии перфорации и примеряю форму для установки беру форму двумя руками фиксирую поперечный изгиб всегда заранее его фиксирую для того чтобы придать уже такой равномерный полноценный изгиб завожу в скрученном состоянии под уголочки ногтевой пластины и вставляю обратите внимание что здесь у клиентов рост и ногтевые находятся на разном уровне один более низкий другой максимально высокий если я буду подрезать форму и устанавливать ее подтягивать прям под ногтевой в рост у меня форма ляжет на боковые валики и я не смогу качественно сформировать изгиб то есть ноготь получится плосковатым поэтому сегодня форму под ногтевой в рост и я заводить не буду и именно по этой причине для свободного края я выбрала акригель cover для удлинения потому что там где до в роста я не достану я смогу акригелем немножечко подтянуть прям по валику прям по коже после полимеризации у меня акригель очень хорошо от кожи и от пальцев отойдет я сделала небольшой вырез под линию гиппанихия для того чтобы вставить форму форму ставила подобралась под изгиб натурального ногтя далее развожу верхней боковой части стороны и фиксирую сбоку пальца максимально на одном уровне естественно учитывая особенности строения до пальчиком иногда у нас могут быть боковые части немножечко иметь расхождение следующим этапом я склеиваю нижние боковые части нижней боковой части склеиваются стык стык на вот эти ушки я не ориентируюсь только вот на носике которые форму я установила обязательно мы с учетом концевой фаланги должны определить направление формы если есть необходимость форму можем подправить для начала я форму сформирую в поперечном изгибе вот уголочками пальцев от ногтевых ростов я начну делать заужение сильно узко тоже мы не можем сделать то есть ориентируемся форму будем устанавливать чуть чуть уже чем ширина натурального ногтевого ложа сейчас из кадра я выйду для того чтобы пальчик развернуть чтобы форма мне не уходила в сторону смотрите я на себя подтянул что мне нужно сделать носик формы мне нужно чуть-чуть направить влево значит одну верхнюю боковую часть я немножечко подтяну на себя сейчас это делаю вне кадра потому что на камеры к сожалению неудобно это делать ноготь форма свободного края мы будем делать миндалевидно поэтому в данном случае форма будет устанавливаться в легкий в легкий наклон и обратите внимание вот почему я акригель взяла потому что мне сейчас не получится хорошо заузить форму если я подойду формой прям вот до в ростов поэтому вот эти части я прям по коже вот здесь акригелем подтяну так ну контрольно заужаю форму снизу прям снизу ее хорошенечко поджимаю склеиваю ее снизу для того чтобы немного заузить теперь я беру акригель cover и при помощи апельсиновой палочки и очищающего спрея я его пшик в крышечку от непосредственно от флакона и смачиваю в нем апельсиновую палочку с акригелем мы работаем аккуратно чтобы у нас излишки влаги их можно пропитать обезвольствую салфетку излишки влаги в материал не попадали и к стеночке к баночке апельсиновой палочкой я набираю небольшое количество материала потому что плотностью акригеля другая до из центра баночки если его начну набирать и накручивать ним будет образовываться пузыри это недопустимо поэтому просто с краю вот здесь с крошку я набираю себе небольшое количество акригеля и как лопаточкой палочкой подхватываю его я работаю всегда стараюсь работать всегда чтобы у меня была система действия определенная поэтому вот этот шарик вот это небольшое количество материала я выгружаю в центр на подложку на установленную форму и начинаю всей поверхностью всей плоскостью палочки я начинаю растаптывать и формировать до необходимой мне длины до нужной мне длины распределила и теперь начинаю плоскостью палочки спускаться формировать уже спускаться боковую параллель половинкой материала до который мне есть на поверхности я начинаю его подталкивать палочка у меня полностью ложится и на поверхность ногтевой пластины соответственно здесь у меня остается ровная поверхность нет никаких ступеней нет никаких возвышений потому что чем ровнее вы смоделируйте подложку тем проще вам будет потом сверху делать выравнивание выстраивать укрепление и обратите внимание где у меня ногтевой в рост к ногтевому в росту я акригелем потихонечку подхожу палочкой и свожу на нет материал чтобы вот здесь у меня сбоку не образовалась дырочки не образовалась зазора я это компенсирую акригелем именно поэтому им сегодня работаю если бы я например при такой постановке формы взяла форм гель натурал он более жидким и конечно было бы неудобно к этим зонам подходить и теперь вторую часть материала я точно также палочкой слегка смачивая и пропитывая салфетку всей плоскостью палочки я начинаю распределять с другой стороны начинаю формировать боковую параллель сразу делаем это максимально чисто максимально аккуратно с запасом конечно же на пил но без каких-то излишек так сейчас разворачиваю меня тут немножечко надо мной камера до которая затрудняет мне обзор и также посмотрите палочкой в недостающую часть до в роста ногтевого я акригелем подхожу запасом на пил боковые параллельки мне сейчас слегка провисает для того чтобы мне было потом из чего открыть толщину и остатки материала по поверхности точно так же я прям притаптывающими движениями свожу на нет ногтевое ложе у меня здесь я бы сказал что достаточно короткая ну конечно не экстремально но тем не менее поэтому для того чтобы укрепить стрессовую зону я немножечко акригелем прям в центре вот на стрессовой зоне пройду и сведу растопчу его на нет вот таким образом перед просушкой теперь нам осталось просушить обязательно проконтролируйте форму потому что когда мы работаем палочкой мы все-таки оказываем воздействие на подложку и для того чтобы форма у нас не сбилась не ушла в ту или иную сторону перед просушкой просто проверяйте я сейчас слегка проверила и поджала под заузел а немножко форму и отправляю сушиться время просушки для акригеля также как и для всех продуктов две минуты две минуты мы сушим тоже акригель ковр очень имеет красивый цвет я активно его использую при выкладных френчах для моделирования ложа очень удобно он не течет то есть можно посвятить ему достаточное количество времени для того чтобы максимально аккуратно его распределить по поверхности и точно так же с минимальным опилом например поработать палочкой работали и очищающим спреем и дальше по поверхности уже укрепление мы будем выполнять ну по запросам по просьбам по просьбам я буду работать soft rose гель очень красивый просто обожаю эти цвета новые они прекрасно сочетаются друг с другом пока мне пальчик сохнет юля может дать мою корзиночку с гелем я девочкам покажу пока мне просыхает чтобы мы не тратили время зря очень классно они сочетаются с таксу в трос что где у меня где мою все коллекцию ирис дейзик ливия очень смотрите ну призм например тоже очень красивый гель с шиммером также можем в моделировании их сочетать можно делать такие скажем так витражные варианты с переходами с цветовыми очень красиво смотрится пока я неделю отсутствовала в офисе дейзи мою коробочку с гелевой системой драгоценную разнесли по сторонам например да просто пока время у нас есть дейзи еще и разлили вообще красота сейчас спасибо большое девочки вы волшебницы посмотрите какое красивое сочетание в летнем варианте просто мега активно обратите внимание что именно rose мы выпустили в большом объеме в большом объеме для того чтобы кайф просто кайф лето весна сейчас самое то большом объеме потому что он очень 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 популярен так ну ирис вообще красота просто невероятно а мы сегодня с вами rose работаем так ну что пальчик у нас подсох немножечко показала вам гелия скульптурные по цветам я уже проводила эфирс мы сочетали между собой эти гели в записи на они у нас есть у катя мирошниченко на странице тоже можете посмотреть если вам интересно так подсушили и теперь следующим этапом мы можем в принципе снять форму для того чтобы нам видно было по поверхности количество материала которое мы выкладываем я нажимаю на форму я вижу что у меня под форму попадает воздух носик формы и начинал опускать вниз и форму снимаю видите какая липкая форма новая ничем не уступает по качеству фиксации с формами предыдущим они очень хорошо липнут пальцем обеспечивают просто супер супер жесткую фиксацию липкий слой у нас есть до в роста факре гель мы подтянули и теперь набираем небольшое количество материала небольшую капельку soft rose выгружаю ее в центре на поверхности ногтевой пластины так как в центре у меня максимальная толщина я всегда этот шарик геля как бы концентрирую в центре и теперь начинаю аккуратно распределять его по поверхности сразу много геля не берите не рекомендую вам работать большой каплей возьмите сначала небольшую определите границу в зоне кутикулы также я сразу определяю границу вот подталкиваю и забираю гель обратно спускаюсь к боковой поверхности вот наполнила и забрала обратно наполнила и вернулась обратно делаю эту манипуляцию с одной стороны потом разворачиваю ручку также концентрируем материал в центре подтянула к кутикуле вернула подтянула вернула с этой стороны сейчас я немножечко мне придется постараться также я немножко надавила на гель забрала надавила забрала я никогда сразу не подталкиваю гель очень близко к кутикуле потому что мне сначала нужно распределить его по всей поверхности наполнить и уже перед тем как просушивать если у вас есть необходимости вы например оставите материал в качестве основного цветного покрытия если вы цветом например не будете покрывать то тогда уже конечно можно взять линеарную кисточку и немножечко линеарная кисточка довести материал подвести его под кутикулу то есть ориентируйтесь естественно на тот результат который вам необходим и теперь я уже беру большую капельку если вы только начинающий мастер только начали моделировать и с софтами с гелями еще не так активно работаете боитесь что материал будет стекать затекать и вы просто не успеете с ним поработать поработайте в два этапа то есть вот этот этап который я сейчас выполняла мы могли сейчас его просто просушить и доработать уже второй капли то есть ориентируйтесь по себе на но материалом достаточно комфортно работать переворачиваю обратите внимание что я кисточкой фактически никаких манипуляций не производила но при этом у меня абсолютно идеально смоделировался гель он прекрасно лег имеет красивый отличный блик не требует какой-то скажем так супер 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 концентрации в плане выравнивания сам прекрасно моделируется выравнивается и только я беру капельку и немножечко под кутикулой опять-таки при желании насыщают светом спускаю с одной стороны и также при желании добавляю небольшую капельку и выравниваю с другой стороны подхожу к ногтевому в росту вот здесь сбоку спускаю снимаю еще раз переворачиваю с центрового и можем отпустить конечно когда у вас не присутствует камера да когда вы работаете в конвейерном варианте от одного пальчика переходите к другому вас ты работа происходит более более быстро перевернулись центровали и просушивая материал прослушивается просушка у нас также в течение двух минут происходит как у любого геля как у софт дэйзи кливия софт пинка эшпинг ньют то есть абсолютно все скульптурные гели время просушки у них две минуты после того как материал у нас просохнет мы его обезжириваем можем приступать к пилу высокие моделирующие свойства данных материалов позволяют работать с минимальным и пилом это очень сильно экономит время мастера мы можем максимально аккуратно и красиво выложить для того чтобы только придать форму по торцу только придать форму по свободному краю и толщину торца немножечко отрегулировать то есть в принципе при такой работе у нас нет необходимости например после опила еще маникюр выполнять так когда мы опиливаем минимально давай еще досушим маникюр можно подготовить заранее свой фактически на чистоту делайте маникюр моделируйте скульптурным гелем выполняете минимальный опил и уже по поверхности там до маникюрить остается с кутикул рим овером максимально быстро и максимально просто я очень довольна что у нас этот продукт появился в новом объеме предыдущий объем у нас был как и у всех скульптурных гелей он у нас был 15 в 15 граммов в такой вот маленькой баночки 15 грамм стоимость 15 граммовой баночки 1200 и 50 грамм это 300 конечно мастерам активно работающим максимально удобно работать когда у вас есть большой объем большого количества материала так ну давайте ноготок уже просох посмотрите очень аккуратно очень чисто мы его смоделировали то есть фактически пилить что-то в зоне кутикулы нам не представляется необходимым поэтому мы опиливаем только по торцу придаем форму свободному краю смотрим оцениваем на толщину торца и уже ноготь у нас фактически готов когда мы работаем в конвейерном варианте один ноготок выкладываем другое сушим работа наша становится максимально максимально быстрое гель мягкий юльчу там пилочками ладно я белую взяла ничего страшно сейчас попилю пилочкой 100 на 180 единиц белой да я нашла спасибо достаточно мягко опиливается материал комфортно я сначала завожу пилочку и выравниваю боковую параллель выравниваю то что я дотягивала в зоне в роста ногтегу вова при помощи акригеля намечаю себе визуально центр из боковой параллелью работаю сначала с одной стороны также укладываю пилочку под боковой параллель с другой стороны собираю ноготок труп в трех плоскостях чуть снизу чуть сбоку и немножечко заходя наверх с другой стороны выполняю зауживание свободного края здесь форму вы можете регулировать конечно самостоятельно сделать более миндалевидную форму более овальную то есть тут конечно же вы ориентируетесь на запрос клиента у каждого мастера свой почерк сейчас я разверну посмотрю пальчик на форму посмотрим подтянем его еще с другой стороны посмотрите на поверхности по факту то есть гель настолько прекрасно ложится и сама выравнивается в торец я посмотрел у нас прекрасная толщина которая не требует опила по поверхности хорошие хороший изгиб хорошая ровная поперечная арка боковые стороны и немного пилочка подтягиваюсь по сути нам здесь перед ничего да то есть опиливать при помощи пилочки здесь нечего поэтому мы можем взять с вами шлифовщик 100 на 180 единиц и выполнить только шлифовку обратите внимание мы с вами выполнили полноценное моделирование но при достаточно аккуратной работе при комфортном для вас подборе материалов можно работать быстро фактически визопила нам только необходимо снять глянцевый блеск также в зоне кутикулы почистить пройти шлифовщиком и все то есть опиливать здесь что-то дополнительно уже необходимости никакой не также пройти по торцу и ноготок готов выполнению дизайна к французскому маникюру к выполнению даже цветного покрытия если вы хотите вот такой вот вариант у нас получился излишки опила я убираю убираю влажной салфеткой и сейчас просто сверху перекрою глянцевым топом топ для твердой гелевой системы я использую преимущественно ультрашай можно использовать и топ т класс то есть тут смотрите топ вельвет покрыть можно на любой скажем так вкус и цвет с внутренней стороны пил убираю смотрите какой хороший получился у нас ноготок нет ступени с внутренней стороны так как мы правильно хорошо поставили форму у нас сформировалась достаточная толщина торца ноготочки будут такие прочные носибельные при этом выглядят они максимально аккуратно максимально натурально и еще и на опил мы сильно не потратились экономится не только время мастера экономится еще и материал то есть вам этой банке 50 50 грамм вам не очень долго хватит если вы будете таким образом аккуратно и чисто работать топ ультрашан я использую в данном случае выставляю очень аккуратный получается очень такой скажем незаметный переход от кутикулы к основному наполнению когда выложен гель аккуратно когда нет ступени soft rose он имеет очень красивый такой несмотря на то что у него цвет достаточно насыщенный на переход получается очень очень такой классный клиенты любят когда у нас фактически не видно отрастания материала ультрашайн также можно перевернуть также можно сцентровать перевернулись центровали посмотрели смотрите ровненько красиво и аккуратно сушим просушиваем так для тех кто присоединился к нам немножечко позже мы сегодня с вами рассматривали моделирование при помощи soft и 6 of pink девочки попросили меня поработать просите soft rose девочки попросили soft rose поработать я выполнила моделирование моделирование выполняла на форме новой это такая форма для классного стандартного салонного моделирования когда не требуется супер экстремальная длина на форме также представлены окошечки при помощи которых мы можем вырезать пространство для боковых валиков если есть такая необходимость есть такой классический вариант форм очень похожих тех форм которые у нас были раньше идеальный вариант на мой взгляд идеальный вариант для моделирования от формы предыдущей нашей экстремальной длинной она естественно отличается длиной и она отличается отсутствием вот этих уже готовых вырезов тут вы можете для себя подобрать удобный вариант которым вам будет комфортно работать давай ноготок такой вот у нас получился ноготок в процессе нашего моделирования soft rose гелем мы выполняли моделирование если у вас остались какие-то вопросы эфир обязательно будет сохраняться как все наши эфиры и вы сможете в комментариях вопросы написать я с удовольствием на все на них отвечу так что вот так всем желаю хорошего дня рабочего творческого спасибо рада была всех видеть и до новых встреч всего всего доброго до свидания